17 июля на площадке школы 21 в Казани состоялся первый этап проектно-аналитической сессии с участием представителей организаций, предприятий и органов власти Республики Татарстан. Организаторами мероприятий выступают Центр по организации временной занятости, обучающихся Казанского федерального университета при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и общества с ограниченной ответственностью факультетус. Сессия проходит по инициативе нашего университета в рамках долгосрочной программы содействия занятости России до 2030 года. И в рамках этой долгосрочной программы это не было нам предписано, написано, мы сами вышли с инициативой, потому что видим необходимость, чтобы студенты, наши выпускники оставались в городе Казань, в Республике Татарстан и продолжали работать на благо нашего города и республики. И, следовательно, для этого нам нужно тоже предпринимать шаги по повышению качества трудоустройства и качества работы наших выпускников на этих предприятиях. Проектно-аналитическая сессия собрала сегодня порядка 60 участников со всей республики с целью решения проблемы кадрового дефицита. Ведь вопрос управления человеческим капиталом в настоящее время крайне актуален. Главная цель сессии – собрать обратную связь от предприятий, узнать, как у них налажены процессы трудоустройства и привлечения кадров, а также рассказать им про лучшие практики управления человеческим ресурсом. Сама проектная сессия проводится в два этапа. Вторая встреча намечена на 7 августа. В результате сессии планируют написать программу развития по управлению человеческим капиталом на 2025 год. Очень важно такие мероприятия проводить, общаться между собой, общаться и с работодателями, и с образовательными организациями. И хотелось бы, чтобы такие встречи стали традиционными. И действительно, организации отправляли своих представителей для того, чтобы получить ценные знания, опыт общения, и чтобы действительно сформировалось такое устойчивое сообщество для того, чтобы можно было делиться. Потому что здесь, по факту, да, может быть, мы между собой конкуренты, и конкурируем на рынке труда между собой, но при этом, как бы, в этой обстановке, в этой атмосфере мы действительно можем с коллегами откровенно сказать о своих проблемах и так далее, для того, чтобы поддержать друг друга. Здесь нету, как бы, вот этой закрытости. И, общаясь с разными организациями, и с образовательными, и с предприятиями, у нас действительно такие достаточно теплые отношения, и не было такого, чтобы, например, кто-то отказал в каком-то совете, да, или в какой-то информации, там, опытом своим не поделился. Поэтому, если, как бы, в этом есть необходимость, люди всегда открыты. Вот для того, чтобы этот контакт наладить, ну, необходимы такие встречи и мероприятия. Вот у нас сессия направлена на то, чтобы в целом изучить всю конструкцию того, как можно инвестировать в человеческий капитал максимально безобидно для бюджета организации, с одной стороны, а с другой стороны, как в целом обосновать экономическую целесообразность вот этих инвестиций в человека. Инициатива проведения проектно-аналитической сессии Казанским федеральным университетам имеет целью создания платформы для эффективного взаимодействия между выпускниками, предприятиями и организациями на рынке труда. Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Клара Тазиддинова подчеркнула, что система образования – это основной источник пополнения предприятий нашей республики новыми квалифицированными кадрами. Взаимодействие с образовательными организациями – это очень важное направление работы, так как какие специалисты будут в какой области, с каким уровнем подготовки, это говорит о том, насколько наша экономика будет обеспечена кадрами. Сегодня мы говорим, что на рынке труда у нас более 60 тысяч свободных рабочих мест, при этом лиц, ищущих работу, потенциально значительно меньше. Это не бывала ситуация, как мы говорим, общая безработица. Если раньше мы говорили, что общая безработица в республике – это 4-5%, это почти 60 тысяч человек, сегодня это порядка 30 тысяч, при потребности в кадрах 60 тысяч. И поэтому именно важно найти те инструменты, которые позволят использовать наиболее рационально имеющийся ресурс. А это, прежде всего, наша молодежь, которая выходит на рынок труда. Ежегодно, согласно демографическим тенденциям, на рынок труда вступать в трудоспособный возраст будет 44-45 тысяч молодых людей. Участие в сессии приняли заместитель директора экспертного центра карьеры при Министерстве науки и образования России Сергей Вещепанов, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильнур Нурмухаметов, директор центра занятости населения Казани Тимур Мулин и руководитель центра по организации временной занятости, обучающихся Казанского федерального университета на Ильвяльшин. Резидар Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости.